Во многих муниципалитетах в выходные дни прошли праздничные торжества, посвященные Дню Кубанского Казачества. В Славянском районе Большой Казачий праздник собрал представителей из семи районов края. В этом году именно нашему муниципалитету выпала честь принимать казачьи общества со всего Таманского отдела Кубанского Казачьего войска. О преемственности поколений и казачьих традициях расскажут наши корреспонденты. Преемственность поколений и воспитание молодежи в казачьем духе – вот главное, на чем сегодня строится работа казачьих обществ. Поэтому перед началом торжественного парада Владимир Савинский, заместитель Адамана Анапского районного казачьего общества, рассказывает кадетам об истории казачьего праздника. Казачество на Кубани не закончилось, как многие хотели с этого. Она продолжается. Мы будем работать с детьми, поднимать наши традиции, блюсти их, воспитывать детей в традициях нашего казачества и кубанского. Рассказывать о подвигах наших казаков, наших дедов, прадедов, чтобы наши дети, внуки росли патриотами своей страны. Чтобы мы могли им передать свои традиции, свои обычаи, свой уклад жизни. Владимир Савинский – потомственный казак. Говорит, в честь его предков даже был назван один из хуторов Наурского района. Вместе с другими представителями казачьих обществ Владимир принял участие в торжественном параде исторических казачьих полков Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Капризы небесной канцелярии с самого утра в этот день шел проливной дождь, казакам ничуть не помешали. Напротив, они в очередной раз показали – никакая сила, в том числе природная, не может сломить казачий дух. Здравия желаю, братья казаки! Здравия желаю, братья казаки! Поздравляю вас с 30-18 годовщиной образования Кубанского казачьего войска и Днём Кубанского казачества! Ура! 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 На трибуне представители казачьих обществ приветствовали почётных гостей. Глава Славянского района Роман Сенеговский, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглы, настоятель Свято-Оспенского храма Отец Никита. После построения колонны казаков из восьми районов Кубани – Славянского, Абинского, Анапского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского – торжественным маршем прошли по главной площади города. В этот день казаки отмечали сразу два праздника. Первый праздник – 318 годовщина образования Кубанского казачьего войска. Эта дата берёт начало с 1696 года по дате образования Хапёрского казачьего полка, который вошёл в состав Кубанского казачьего войска. И вторая дата – это уже современный праздник, который утвердило законодательное собрание Краснодарского края – День Кубанского казачества. Этот праздник не только для казаков – День Кубанского казачьего, но и для всех жителей Кубани. Здесь перекликается связь времён. Дело в том, что 24 июня 1945 года парадная коробка кубанских казаков участвовали в Параде Победы, тоже под таким же проливным дождём. Но казаки совершенно этого не заметили. После масштабного парада на театральной площади казачий праздник приместился в малый зал городского Дома культуры. Здесь расположились импровизированные казачьи курени, воссоздающие кубанский быт и культуру. Глава района Роман Снеговский и атаман Таманского отдела Иван Безуглы заглянули в каждый из них. Всех казаков с праздником. Я считаю, что после возрождения казачества оно нам очень сильно помогает, в целом, все казаки. Это охрана общественного порядка, это работа с нашими детьми, нравственное воспитание нашей молодёжи. События на Украине, вы знаете, что они были первыми на рубежах. Поэтому я считаю, что мы будем только поддерживать, мы будем рядом с казаками и будем выполнять все задачи. В Курине Анастасиевского сельского поселения, как и положено, веселились, пели песни, да и на угощения хозяева не скупились. Здесь можно было увидеть и попробовать всё, что было на столах любой казачьей семьи. Все очень дружно готовили, ночью не спали, чтобы всё было свеженькое, вкусненькое. Пожалуйста, угощайтесь, пробуйте. И домашняя колбаса, и кровянка, и капуста, и сало, и отбивни, и котлеты, и помпушки, помидоры. Все у нас есть. Однако здесь не только можно было полакомиться блюдами кубанской кухни, но и даже желание загадать. Правда это или вымысел, но в народе ходит молва, что старинное зеркало, которому больше века, действительно исполняет мечты. Это зеркало, оно переходы с поколения в поколение. И у нас был создан музей в Станице-на-Сосевской. И одна женщина, она принесла это зеркало и говорит, я хочу это зеркало, оно необычное. Ему уже больше, тогда ему было где-то до 100 лет, сейчас уже ему больше. Говорит, я хочу оставить его в музее, чтобы оно, как говорится, может быть кто-то будет рассказывать про его существование, какое оно непростое зеркало. Старинные предметы казачьего быта были и в курине коржевского сельского поселения. Здесь гостей почивали с оленями, овощами, фруктами, всем, чем богата плодородная кубанская земля. Можно было попробовать даже натурального меда из собственной пасеки атамана коржевского казачьего общества Владимира Паршина. Внук атамана Максим Паршин продолжает славную династию, учится в кадетском классе и интересуется историей кубанского казачества. Мне нравятся казаки, мне хочется узнать больше, историю хочется узнать. Мне это интересно. Они свято чтят традиции родной земли, своими делами приумножают славу кубанского казачьего войска. Испокон веков казаки стояли на защите своего отечества. Сражались на южных рубежах страны, на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной. И сегодня кубанское казачье войско реальными делами доказывает, что оно – настоящая опора России. Алена Лавринова, Александр Костицын, программа «События».